Тем более, что он-то как раз, наверное, в некотором смысле по нему ударит это интервью, потому что он занимался представительством русской культуры на Западе. И теперь прям даже интересно, как будет складываться его работа. Наверное, вы догадались, а те, кто не догадались, могли прочитать в описании к этому видео, что мы будем говорить с Маратом Гельманом, галеристом Маратом Гельманом, который как раз сейчас и будет нам рассказывать и объяснять, как русскую культуру теперь представлять на Западе. Ну и очень интересно, что он думает об этом интервью Петровского, руководителя Эрмитажа. Я вижу уже Марата Гельмана, но пока... Но только связь вот так вот, да, еще устанавливается, нужно подключить звук, поэтому чуть-чуть... Мне кажется, что он просто, да, он не видит, что... Что он нас не замечает. Да-да-да. А давайте теперь, дети! А то хором позовем Марата Гельмана. Боюсь, нам нужно будет кричать так, чтобы докричаться до какой-нибудь... Более всего, Марат Гельман сейчас и находится, и так как он нас не слышит, он и не видит, что ему нужно нажать на кнопочку подключения аудио. А вот теперь он уже с нами. Да, отлично. Здравствуйте, Марат Гельмана. Да. Какая-то сторона... Если вы сможете повернуть, если вы сможете повернуть экран, то все будет гораздо красивее. Да, сейчас я пытаюсь понять, как это сделать, потому что я вас вижу, к сожалению, тоже... Тоже боком, я так понимаю. Но... Сейчас. Главное, что, по крайней мере, мы вас прекрасно слышим. Вот так я могу. Прекрасно. Отлично. Да, какой красивый фон у вас. Картина Юрия Харовского называется «Бикини». Она не вся видна, но «Бикини» в смысле ядерный взрыв. Да, да, да. Атол «Бикини», тот самый, где это все... Ну, скажите, почему вы еще не сняли картину русского художника у себя со стены? Ну, во-первых, Харовский – молдавский художник. Это его оправдывает, да? Он живет в Москве, но он молдавский художник. Он, кстати, переехал практически одновременно со мной в Москву. Но вот я сейчас был в Кишиневе, и там его почитают, и старые его работы в музее висят. Вот. А эту работу я вожу с собой, где бы я ни был. То, что это была, может быть, не первая, но третья работа, которую я купил. Марат, ну, давайте. О впечатлениях после того, как вы прочитали интервью Петровского. Понравилось? Ну, нет, конечно. Мне очень не понравилось. Ну, то есть, во-первых, если мы говорим сейчас не о самом Петровском, а о результатах этой статьи. Дело в том, что мы с вами потом обсудим его самого и всё разберём, но в мире же обсуждать не будут. Есть руководитель Музея мирового уровня, масштабная фигура. Подобного рода люди обычно независимы от властей и иногда даже в каких-то кругах влиятельные власти. И вот такой человек встал рядом и объяснил, почему это его война и почему он её оправдывает. И это означает, что войну ведёт не Путин, как пытался доказать нам Гельман, Ходорковский, Каспаров и так далее. А войну ведёт Россия. Как минимум двое уже есть. Вот. То есть, это если мы говорим о том, почему я расстроен. Я расстроен только из-за этого. У меня нет такого, что я вдруг узнал, что Петровский за войну, а до этого я думал, что он рядом со мной против войны. Петровский, дело в том, что всех путало, вот его такое, он вольнодумец. То есть, он вот в этой команде Путина, он имеет право не ходить в строю. Он имеет право иногда высказывать какое-то своё мнение, которое не совпадает с мнением Сечина и всей общей команды. Он имеет право три года назад перед коронавирусом, у нас была с ним публичная дискуссия, вступить с Гельманом. Хотя я уже был тогда, значит, как бы вне системы. Но вот это вольнодумство, это вовсе не значит оппозиционность или либеральность. Он, как бы, вполне себе член команды Путина. Непонятно, зачем он так. Ну, может быть, информационным поводом стало то, что позавчера запретили вывоз культурных ценностей на год из России. И поэтому к нему обратилась «Русская газета». Но вот такие пассажи о том, что война – это не только кровь, но и самоутверждение мужчин, конечно, сильно покородило. Потому что, вы знаете, я видел людей разных убеждений. Я видел даже, я не знаю, коммунистов, националистов. Я там общался с националистов, с Костей Крыловым. Ну, то есть самыми радикальными. И, в принципе, убеждения человека – они могут быть правильные, неправильные, пугающими. Но это не преступление. Я могу себе представить человека, который говорит, «Вот, Французская империя несла просвещение своим колониям». Или «Английская империя построила в Индии 300 больниц». Или «Вот, варвары разрушили Римскую империю, а до этого была высокая культура». То есть я могу себе представить человека, который восхищается или считает идеологический имперец, но при этом он христианин. То есть не убей для него – это не убей. То есть не укради – это не укради. То есть вот эта вот граница. То есть мы слишком увлеклись тем, что обсуждаем идеологию Путина, Петровского. А есть очень простые вещи. Неважно, какая идеология. Убийство – это преступление. Это война преступная. То есть быть рядом с ней – это не значит быть коммунистом, имперцем. Это значит быть преступником. И вот это мне, конечно, покоробило, что он не почувствовал разницы между тем, чтобы идеологически обосновывать вот эти имперские амбиции и солидаризироваться с войной. То есть, видимо, старость, я не знаю. Он раньше был более… Он был такой тонкий, потому что он понимал, что ему нужно было всё-таки быть в мировом музейном таком сообществе, как среди своих. И поэтому он балансировал. Сейчас он перестал балансироваться. Вот вы сказали, что плохо, что ещё один человек довольно известный, влиятельный, поддержал то, что здесь, в России, мы вынуждены называем спецоперацией. А если говорить о связи Петровского с русской культурой, вот мы с Максом как раз в первой части эфира спорили о том, меняет ли выступление Петровского отношение к русской культуре. Вот Макс считает, что это усугубляет вот это вот отчуждение русской культуры от всего, потому что, ну вот как, человек, связанный с русской культурой, сказал такое. Я считаю, что культура отдельно, Петровский отдельно. Ну, отдельно ничего не бывает. Здесь просто надо иметь в виду, что вот это отчуждение, это скорее... То есть надо разобраться с самим отчуждением. Что реально происходит? Реально происходит, в первую очередь, отчуждение внутри России. То есть вот надо иметь в виду, что такого количества запрещённых выставок, отменённых, там, я не знаю, спектаклей с актёрами, выступившими против войны, ни в одной стране мира нет. То есть в основном отмена русской культуры, там, концерты отменяются, происходит внутри России. Вот, это медицинский факт. Второе. В какой зарубежной стране, как вам кажется, больше всего присутствует русская культура сегодня? Это очень простое в Украине. Действительно, в Украине было слишком много русской культуры. Это правда. Вот даже если бы не было войны, и меня, как эксперта, спросили, я бы им сказал, что, ребята, у вас угрожающе много русского. Давай, окей, соседи, всё понимают. Давайте польское, молдавское, немецкое, давайте каким-то образом балансировать. То есть, и да, вот нигде, ни в одной стране мира в учебной программе до старших классов нету такого количества русской литературы, как в Украине. Поэтому второе, что это касается Украины. И для Украины, конечно же, никакого отношения его фразы, в смысле, никакого влияния нет. Там сейчас идёт большая работа по выгребанию всего. И, конечно, выгребается и то, что нужно, и то, что не нужно, и так далее, и так далее. И третье, то, что происходит в Европе. Значит, в Европе в институциях профессионал. И когда там Украинская ассоциация кино пишет, требует запретить, то есть не пустить фильм Серебренникова или, значит, там закрыть для издательств переводы Сорокина, то профессионалы говорят, сори, эти люди представляют не страну, а самого себя. И никакого канцл-калча нет. Что есть? Есть просто отказ от сотрудничества с государством. Поэтому всё то искусство. Но я сказал бы так, что и для русского деятеля культуры сегодня я бы советовал отказ от деятеля, от сотрудничества с государством. Вот. То есть это потому, что государство ведёт войну, потому что то же самое государство, которое даёт приказы армии, оно может давать государству. Приказы и директору Третьяковки, к сожалению, мы прекрасно знаем, кто там работает, мы их любим, это наши коллеги. Но им могут дать приказ, и они будут его выполнять. Поэтому сотрудничество с государственными институтами сегодня в мире под запретом. И здесь тоже Петровский не влияет. Но на что он влияет? Существует некий дискурс, который, понятно, он родился в Украине, но он достаточно успешно, можно сказать, продвигается. Нет хороших русских. Все русские одним миром мазаны. Условно говоря, Муратов это всего лишь ширма, а за ней стоит Путин. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть этот дискурс, он да, что русские имперцы по своей природе. Вот. Этот дискурс несправедлив, но с ним очень трудно бороться, потому что украинцы бомбят же сейчас, ты же не будешь с ними спорить. Ты понимаешь, что они как бы в своем праве. То есть они в своем праве, они даже правы даже тогда, когда несправедливы. Потому что такая трагедия. Но уже когда этот дискурс попадает в Европу, дальше начинается дискуссия. И вот в этот дискурс, конечно, Петровский вложил вчера в своей статье серьезнейший аргумент за то, что эти люди правы. То есть любая вот эта, как он сказал, любая наша выставка за рубежом это спецоперация культурная. Что против этого теперь скажешь? Ну, можно сказать, что как бы тогда можно сказать так, что они не так успешны, как Гельман, который партизанец против их спецопераций. Я делаю 15 выставок, ну, до пандемии я делал 15 выставок в год в Европе. У меня здесь разветвленная достаточно сеть, и мы занимаемся как раз вне государства продвижением русского искусства, и украинского, кстати, тоже. Последняя выставка в Милане была у меня выставка, ну, это МИР. Художники совместно работали, один с русским паспортом, другой с украинским. А когда выставка это была? Ну, это было до войны, это была выставка, но уже напряжение было, уже в этом был какой-то вызов. Вот. Здесь надо иметь в виду, что вот это разделение, которое происходит после войны, оно, конечно же, просто, оно еще глядит в прошлое. Здесь очень важный момент, что попытка изменить прошлое. Вот. Оно больнее всего, конечно, ударяет как раз, ну, условно говоря, вот это вот, эта ситуация больнее всего, конечно, ударяет под тем из нас, кто интересовался украинской культурой, искусством до этого, занимался этим профессионально. Вот. То есть, это, ну, то есть, это непростая ситуация. Я хочу сказать, что в 90-е годы, когда я только открыл галерею, в 91-м, 92-м году, за глаза, мне потом рассказали, мою галерею называли «Украинская мафия». у меня половина художников была из Украины. Вот. Сам я тогда только, ну, там, несколько лет, как приехал из Молдовы. Вот. Поэтому, вот, условно говоря, по мне это прошлось по полной программе. то есть, я, как бы, русский галерист, и поэтому значительную часть дерьма, которая выливается на русских, я принимаю на себя. То есть, вот вы сейчас, находясь, насколько я понимаю, где-то вот в Евросоюзе, в Черногории, сталкиваетесь с именно негативным отношением к русской культуре вот на личном уровне? Ну, это я так сказал? Нет, я, 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 как бы, так сказал. Я сам считаю это нормально. То есть, я считаю, что я с ними не спорю даже, потому что они находятся в такой тяжёлой ситуации, в такой трагической ситуации, что любая несправедливость уместна. Да? Но я просто констатирую, что сейчас происходит некий раздел, да? И какие-то вещи, которые раньше были нормальными, сегодня уже ненормальны. Я не думаю, что это касается, то есть, это касается конкретно моей ситуации, вот именно почему. Именно потому, что я занимался, я просто, чтобы было понятно, значит, я инициативил, в центре Помпиду коллекция украинского искусства, как она появилась. Мы когда открывали коллекцию русского искусства, я с директором, мы были хорошо знакомы, с директором центра Помпиду, смотрели за день до открытия, я говорю, вот смотрите, вот у вас Борис Михайлов, у вас Юрий Альберт, у вас группа Перцы, значит, это украинские художники, на самом деле, ну, Харьков, Одесса, вот, и я думаю, что раньше можно было не замечать, можно было как-то всё это вместе, и вот киевская живопись, там до 90-х называлась «Южно-Русская волна», вот, а сейчас это нельзя. И мы вот с этого начали, и сейчас там коллекция украинского искусства, 200 работ, и это была моя инициатива, я ездил в Киев с кураторами «Помпиду», дальше, центр Пенчука, это главное в Киеве место для современного искусства, я предложил Пенчуку это сделать, я ему делал первую коллекцию, да, группа «Соль», с помощью которой украинцы, украинские художники спасались от, ну, во время коронавируса, потому что денег нет, рынок закончился, я создал совместно со своим киевским партнёром Карасём, то есть достаточно много, вообще известные в мире художники, такие как Борис Михайлов, Арсен Савадов, Чичкан, Ройбурд, первые свои выставки делали у меня в галерее, то есть у меня получается достаточно много именно было связанного с Украиной, и здесь, в Черногории, у меня в резиденции украинских художников было, ну, каждый четвёртый, наверное. Борис, я хочу уточнить один момент, вы сказали о том, что государственные деньги теперь харам для любого, да, человека, который так или иначе из России, но вот как быть с такими вещами, как, например, кино, да, вот кино не может производиться в России, кроме как на государственные деньги? Может. А как? А как? Большое кино может только на государственные деньги? Рынка больше не будет, рынка больше не будет. Кому оно нужно? Вы поймите, здесь ведь вопрос идёт о чём? Идёт война. Кому нужен театр, на котором висит ЭТЗ? Театр, это, как бы, он либо есть, либо он свободно говорит, да, либо он занимает позицию, либо он не нужен. Кому нужно кино, которое снимается на деньги этого режима? Поймите, здесь нет альтернативы. Это раньше можно было говорить, я люблю там работать только с частными инвесторами, потому что не будет цензуры, там, и так далее, и так далее. А этот говорит, ну, я, значит, умею. Там, мой папа в своё время говорил, что они вставляли слово мясо в пьесу драматург Гельман, Александр, кто-то не знает, и цензор обязательно его вычёркивал, потому что это было запрещено, мяса в магазинах не было, и пьеса проходила, то есть какие-то хитрости. Сейчас не до этого, сейчас режим воюет, и это просто токсично, как бы, эта еда посыпана ядом. Когда я говорю о том, что не надо этого делать, я понимаю, что я делаю, что я говорю, потому что эти деньги посыпаны ядом, это значит, за ними придёт требование идеологической экспертизы, то есть за ними придёт то, что убьёт этого режиссёра, как режиссёр. То есть нельзя. Одно дело, директор музея, который, понятно, Третьяковка была до Путина и будет после Путина. Он занимается сохранением культурного наследия. Это понятная миссия. А вот художественное высказывание, фильм, выставка, это художественное высказывание, это не культурное наследие. И ты не можешь это сделать в сотрудничестве с воюющей страной. Преступным агрессором, я бы так сказал. Если тогда возвращаться к теме хороших русских, как вы сказали, как раз вы упомянули Муратова. Муратов провёл фантастику. Я чувствовал термин хороших русских, это термин, кстати, он родился в Украине и, к сожалению, он родился в такой фразе «хороший русский, мёртвый русский». Ну, это они будут про индейца, мы помним. Перефразированный, да. Но если говорить как раз о Муратове, который провёл этот потрясающий аукцион, обратили ли вы внимание, как много появилось людей, которые захотели получить Дмитрия Муратова, как надо получать Нобелевские премии, как ими распоряжаться, как проводить аукционы и кому отдавать деньги. Да. Ну, это печально, конечно. То есть, то, что произошло именно… Дело в том, что человек… Вообще, человек находится в обстоятельствах. Вот мы говорим, когда мы говорим «его что пытали?» Значит, ну, вообще, человек находится в обстоятельствах своего тела, человек находится в каких-то своих обстоятельствах. И вот в этих обстоятельствах, находясь в Москве, Муратов находит сильное высказывание. То, что… Вот я даже… Я про эти обстоятельства начал думать потом, когда услышал вот этих хейтеров. Но в целом, вот даже если бы не было этих обстоятельств, это сильнейшее высказывание. То есть, Нобелевская медаль, да, продается в сто раз дороже, чем сама премия Нобелевская. То есть, это очень интересно. Это абсолютно правильно. Значит, понятно, что он соизмеряет свои вот эти риски и так далее, и так далее. Понятно, что я помню, когда где-то пошёл фейк, что это Ахинжакова там послала 10 тысяч баксов в Украину. и тут всё, она там финансирует террористов. То есть, как бы в этой ситуации найти организацию ЮНИСЕФ, по-моему, это очень точное попадание, потому что так как она финансирует беженцев в целом, в том числе и здесь, то есть, он пытается, находясь на острие ножа, высказываться как свободный человек. То есть, я ему завидую. В каком смысле? У меня не хватает этого. Я вот свалился вот это в своё, я не могу, то есть. Вот. И я поэтому менее эффективен, чем он. Да, я нахожусь в Черногории, а не в Москве. Да, я там, может быть, более свободен в своих действиях, но если говорить о том, кто из нас более эффективен с точки зрения борьбы с этим режимом, то может оказаться, что Муратов более эффективен. Вот. Поэтому я ему завидую, я так не могу. Вот. И я им восхищаюсь. Но в целом, конечно, вот это, ну вот мы, значит, провели форум в Тель-Авиве, и у нас очень успешно, фантастически успешно, форум русской культуры, Слованова. и на собранные деньги, то есть немножко добавили, в общем, купили для Харькова 10 тысяч продуктовых наборов, так как мы делали это через музей, музей может сотрудничать только с неправительственными организациями, сделали это через там, американскую компанию благотворительно, но мы тоже получили, что лучше бы дали деньги армии. То есть лучше, хуже, вот существует некое, некие обстоятельства, вот музей, он живёт в какой-то юридической форме. В этой юридической форме чётко прописано, куда могут, а куда не могут отчуждаться деньги, да, то есть он что, должен убиться? Нет, он нашёл способ, мы нашли способ помочь, вот, но всегда находятся какие-то радикальные, с ними спорить не надо, это я вам сейчас говорю, а в целом, потому что людям больно, и они высказывают на самом деле нерациональные какие-то свои аргументы, они высказывают боль свою. Просто у меня ощущение, что это не боль, а какая-то злоба, какое-то желание указывать. Пусть даже злоба, вот смотрите, пусть даже злоба, пусть всё, что угодно, то есть как бы сейчас они находят, ну вот мне пишет человек, которого я знаю, который, мы хорошие наши ники из Харькова, он говорит, ну Марат, ну пойми, вот вчера там то-то там ударило, здесь сломало, конечно, у меня нет других слов для русских, кроме и пошёл нахуй. Вот. И я его понимаю, то есть это как раз человек, который хочет со мной объясниться, это значит, он понимает, что, да, вот, поэтому надо не спорить, а надо принимать это как некую часть, небольшую часть нашего страдания, которое, может быть, частично оправдывает наше существование. И что, оправдывание страданием? Ну хотя бы, хотя бы, ну поймите, то есть, ну я там, у меня это вагон и маленькая тележка, но у каждого из нас есть вот этот момент сопричастности со страной, которая сегодня воюет. Раз есть момент сопричастности, то значит, есть и момент ответственности. Я не говорю про вину, вина — это простая, понятная категория, вот преступник, он виноват, вот пособник, он виноват, а вот я, я не виноват. А вот ответственность другая категория, она связана именно с сопричастностью, она может по-другому, вот, поэтому, да, это часть той ответственности, которую мы несем, и в целом, в общем, побыстрее бы все это закончилось, и тогда уже можно было бы возвысить голос, и тогда можно было бы устроить дебаты какие-то и показать что-то. Марат, а вот если посмотреть на другую часть этой дискуссии, что почему ЮНИСЕФ, вообще вот такие организации, как ЮНИСЕФ, да и ООН в целом проявили себя как абсолютно бесполезные, ненужные, медленные и так далее, вы согласны с этим или нет? Ну, они антиквариат. Ну, вот, у вас там телевизор 20 лет дома простоял, вы же его выбрасываете, покупаете, А в ситуации вот этих общественных организаций вот этого не произошло. То есть, они для какого-то, для другого времени были созданы, видимо, немножко переделывались, то есть, для нынешних времен, но вот, когда произошла такая ситуация, они оказались не сильно эффективными. Но мы не знаем, мы не знаем, то есть, сейчас в данном конкретном случае неэффективны, а вчера, может быть, были эффективны. Например, очень интересно, ведь там же в ООН, например, сыграло очень важную роль, вне зависимости от размера страны, каждая страна имеет голос. И когда разваливались, уходили империи из Африки, например, ООН сыграло важную роль, положительную. То есть, там не было, практически не было междоусобных войн, хотя границы были начерчены под линеечку. И они, в общем, никак не соответствовали реальному, я не знаю, ареалам жизни племён, наций. То есть, видимо, для каких-то вещей это удобно, а для каких-то таких, как такая агрессия, неудобна. Дело в том, что понятно, что когда один из членов Совета Безопасности становится агрессором, то, естественно, Совет Безопасности неэффективен. Вот. Ну, я ещё хочу в другую сторону теперь пойти, это по поводу статуса кандидата в Евросоюз для Украины и Молдовы. Во-первых... И, возможно, где-то там в обозримой перспективе Грузии уже или невозможно как раз наоборот с Грузией, потому что там скорее откат произошёл. Но если говорить как раз о Молдове, родной для вас, с Украиной по крайней мере понятно почему, и мы сейчас отдельно поговорим что из этого следует. А Молдова-то там как? Молдова? Я был как раз когда вместе с Макроном мы были в Кишинёве, и там было забавно, что в новостях там Макрон, Гельман. И встречался с президентом с Майя Санду, она прекрасна, и с руководителем правящей партии фракции, и с министром культуры. В общем, у меня была такая первая важная поездка, в том числе в рамках которой я восстановил гражданство Молдова. и договорился о совместных проектах. Конечно, для Молдовы это очень важно, потому что она, ну, как бы, там все боятся, там все боятся, что агрессия перекинется из суда. Приднестровье, кстати, перестало быть пророссийским, то есть оно испугалось, что их тоже будут освобождать. неудивительно, мне кажется, сейчас все, что было пророссийским, задумывалось над своей позицией, сказала, нет, цветов у нас для вас нет, не приходите. Но все равно там есть какие-то свои проблемы. Дело в том, что вот маленькая страна, три миллиона человек, и не так просто бороться, например, с коррупцией. Во всех постсоветских странах одна из ключевых болезней это коррупция. И Европа здесь очень серьёзный партнёр. То есть, конечно, на первом месте это вопрос безопасности, то есть членство в ЕС или хотя бы кандидатство в ЕС предполагает, что они надеются, что если в случае будет агрессия, то ЕС станет защищать своего члена или кандидата. Во-вторых, это вопрос коррупции, и в-третьих, это вопрос модернизации внутри страны. Дело в том, что модернизация, процесс модернизации очень интересен. Те, кто проиграет, они знают это точно, а те, кто выиграют, они об этом ещё не знают, что они выиграют. Ну, то есть, следующие поколения. Вот, и поэтому должен быть какой-то толчок. И вот те так называемые условия, которые ставит ЕС, чтобы статус кандидата стал, убрался, и они были просто членами ЕС, эти условия, это то, что самой Молдове нужно, но без вот такого жёсткого кураторства это может растянуться на десятилетия. Вот, поэтому Молдова понимает, что этот статус означает много работы, много изменений, вот, и при этом сохранение демократического устройства. Вот, смотрите, в Молдове есть не только там русские школы, государственные, но там есть даже еврейских две школы, государственные. В Молдове вот администрация президента и у них официальный сайт молдавский, английский, русский. Это, говорите, молдавский, по сути, румынский. Ну, румынский, да, они, кстати, иногда, да, значит, они перешли снова на латиницу и стали иногда писать румынский даже. У них прошло, вот при мне прошла совместная ассамблея, заседание парламентов России, Молдовы и Румынии, и они приняли декларацию, что объединяться будут уже в ЕС. Это очень важно, потому что русскоязычное население, которого много, в меньшинстве, но много, не хотело бы этого объединения, и это такой простой, понятный сигнал навстречу. То есть они, им очень непросто из, как относиться к трудовой эмиграции. Здесь важно понять, три миллиона граждан, из которых миллион живет на две страны. На две страны, на Россию или на какую-то еще другую? Или, в принципе, на другие страны? На другие страны. Россия исчезла. Раньше в Россию приезжало много строителей, из Молдавии. Сейчас этого нет. Сейчас это Милан, Франция. Очень смешно, что есть рейсовый автобус, Корнеешты, это село такое, Корнеешты, Париж. Рейсовый автобус. То есть они ездят как на работу и обратно, раз в месяц возвращаются к семьям, привозят деньги, большое количество. То есть там в целом страна находится явно в состоянии какой-то турбулентности. Транзита какого-то такого. Да, транзита. И в этом получение этого статуса это очень важно. И это результат той работы, которую они делали. Ведь они с оппозицией относятся, то есть там оппозиция находится в парламенте, там, например, мэр Кишинёва из оппозиции, то есть мэр Кишинёва прямой конкурент президента Майя Санна. То есть как бы и Грузия, собственно говоря, не получила этого, потому что Саакашилия сидит в тюрьме. То есть как бы Европа как бы говорит, что демократия это не власть демократов. Демократия это некое соблюдение демократических процедур по отношению к оппозиции. Вот здесь очень интересно с Молдавией сравнение с Россией. Мы в 96-м году боялись, что придут коммунисты и в связи с этим, помните, семибанкирщина, может вы не помните, но в общем помню, к сожалению, все олигархи объединились и СМИ стали управлять. Вот. И собственно говоря, да, коммунисты не выиграли, проиграли, но в результате СМИ потеряли свободу и дальше пошло и поехало. В Молдавии было время, когда коммунист был президентом Воронин, потом социалист стал президентом на следующих выборах, и еще на следующих выборах стал демократ Майя Санбуль. То есть это очень... То есть там не было своего 96-го года? Да, там в 96-м году принято было другое решение, что надо... Честные выборы важнее, чем то, кто победит. Разбилочка такая. А у меня еще вопрос с точки зрения посыла, но очевидно, что статус кандидата в член Евросоюза это определенный посыл. Вопрос для кого? Для Украины и Молдовы это посыл, что мы вас будем защищать, если что? Или это посыл для России? Вы там как-нибудь поаккуратнее смотрите, мы под свое крыло забираем Украину. Ну, я так скажу, что, безусловно, это инициаторами были, не ЕС. Вот здесь очень важно, вот вы сейчас говорите, как будто бы ЕС здесь главный актор. Главный актор здесь Украина и Молдова. Это точно так же, как Путин говорит, что НАТО расширяется. Извините, я вот жил в Черногории в тот момент, когда Черногория вступала в НАТО. И честно вам скажу, НАТО ставило, я бы так сказал, палки в колёс этому процессу. Оно говорило, а вот вы проведите исследование, действительно ли все люди хотят в НАТО, а вот вы сделаете это, а вот вы подпишите соглашение со всеми членами НАТО, в том числе и с Албамией, с которой там у вас сложности. То есть главным актором является Украина и Молдова, они хотят в ЕС. А ЕС рассматривает это и принимает или не принимает в соответствии с этим. Поэтому здесь сигнал подают. Украина хочет быть частью Европы, Молдова хочет быть частью Европы. Вот он сигнал. Более того, я хочу сказать, в Молдове мы там договорились, и мы создаём какой-то такой специальный проект для русскоязычных жителей. Там мы будем привозить писателей русских. Ну, то есть там будет такое, как бы президент сформулировал это так, что нам нужна та Россия, которая тоже с себя мыслит Европой. И может так оказаться, что вот именно с этого начнётся какая-то такая другая Россия, которая тоже хочет в ЕС спадать. А Россия мыслит себя противоположной стороной Европе? Ну, но есть, значит, я, значит, когда создавал форум Слованова, я говорил о том, что у нас главное наше различие в том, что мы на основании культуры считаем, что Россия это Европа. И рано или поздно мы вольёмся там в Европейский Союз или в какой-то такой организм, организацию, которая к тому времени станет правоприемником Евросоюза. Марат, возвращаясь, да, у нас просто осталось не так много времени и как раз хочу закруглить композицию, так сказать. Да, мы говорили о Петровском в начале и в связи с его интервью вновь стала вспоминаться та дискуссия, которая была неделю назад. вокруг интервью как раз Дудя и Солодникова, где Солодникова говорит, слишком мало мы говорили о культуре, что, говорите, коррупции пошло в то время, когда мы не говорим о русской культуре, о том, что с ней происходит, и там мало показываем эрмитаж. Вы, как галерист, поддерживаете такую позицию, что, говорите, коррупции пошло, когда можно показывать искусство? В целом, моя задача была всегда перенести культуру на первые полосы. И в 90-е годы было время, когда газета «Коммерсант» на первой полосе были материалы о выставках у меня в галерее. То есть, всё это было. Поэтому мне сложно здесь как бы со стороны оценивать. Я являюсь актором. То есть, я всю жизнь всем говорил, что культура это важнее. А внутри культуры искусство современное. Это самое главное. Вот. Поэтому я здесь не эксперт. Я так скажу, что про коррупцию мы недавно узнали. что в результате она помогает. Ну, то есть, коррупция в армии помогает Украине защититься. То есть, коррупция это, безусловно, болезнь очень важная, которая окончательно победить её невозможно. Борьба с которой должна не прекращаться. Но, наверное, я соглашусь с тем, что всё должно идти в параллель. То есть, когда вопрос, Кох, кажется, задал этот вопрос, я не помню. Он как-то сказал, он говорит, ну хорошо, вы поборетесь с коррупцией. И вот эти деньги, вместо того, чтобы идти на яхту Сечина, пойдут на крейсер мировоенный. Чего вы добьётесь таким образом. Поэтому здесь вопрос не только в культуре. То есть, в целом, я хочу сказать, что, к сожалению, и, к сожалению, вот, например, Гайдар не понимал ничего в культуре, и поэтому культурная сфера, например, была самая нереформированная, самая, то есть, советская. То есть, она, груз проблем советского времени больше всего осталась именно в области культуры, если говорить о государственной политике. Вот. Поэтому, конечно, у меня очень много претензий ко всем, буквально, тем, кто был у власти, их отношению к культуре. Но я как раз наоборот, сейчас думаю, можно было бы этот разговор и отложить. Вот. Потому что вот сейчас как раз тот момент, когда я хотел бы поговорить о войне. И, собственно говоря, у художника сегодня, во время войны, есть одна очевидная возможность. Это чтобы искусство тоже воевало. Искусство должно стать, ну как бы все ресурсы сейчас. Видите, мы на коррупцию тоже ведь сейчас смотрим через призму войны и говорим, о, это хорошо. Мне кажется, мы абсолютно на всё сейчас смотрим через эту призму. и поэтому я бы так сказал, что художник сегодня должен либо работать в стол, либо быть протестным, вот, либо как бы, либо, я не знаю, вот как Муратов, условно говоря, если ты можешь делать только то, что ты можешь, ты должен хотя бы материально помогать, помогать Украине. То есть я других вариантов не вижу. Спасибо большое. Марат Гельман был в эфире нашего утреннего разворота. Спасибо, что, несмотря на раннее утро, да, вышли с нами на связь и ответили на наши вопросы. Дорогая Лиза, как ты меня слышишь? Дорогой Максим, как там Петербург за окном? Скажи, как там Петербург, наместили? Светятся, солнечные лучи отражаются от стоящего напротив дома и мягко ложатся в эту чудесную комнату. Я так понимаю, что у тебя окно на Эрмитаж. Конечно. Я машу оттуда Петровскому. Обитель отшельника, как нас научил Алексей Куздецов, да. Да, я машу Петровскому, Петровский машет мне, я жестами даю ему понять, что ну зря ты вот это сказанул, не надо было. Вот, кажется, он немножко раскаивает. На самом деле, я еще думаю о Шнурове, о его песне, которую ты вынудил меня послушать. Я даже посмотрела клип. Нет, серьезно, Максим, это было очень жестоко. Я никогда не была фанатом Шнура, а сейчас я пребываю в состоянии глубочайшего... Я даже снова не могу подобрать для этих эмоций, честное слово. Для тех, кто не в курсе, как была не в курсе... Спасибо, Максим. Для тех, кто не в курсе, как была не в курсе я до недавнего времени, пока мне не просветил Максим, Шнуров записал песню, посвященную не обыкому, еще не Взорова, которого российские власти считают иностранным агентом. Разумеется, песня далеко не комплиментарная, песня довольно грубая. Но знаешь, что меня на самом деле поразило? А ты какую, первую или вторую послушала? Их же две написаны. Которая не Зорро. Не Зорро, это первая, да. А, еще и вторая есть. вчера появилась. Великолепно. Просто знаешь, что меня на самом деле удивило, что...